поехали 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 турик среди нубасов ну давай рома показывай шара маныч покажет нам я его еще не коучу это важно попадай попадай по бустам это мой совет так вот сгол 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 ну что вот он турик среди настоящих задротов в эту игру нас ожидает битва который вы так ждали слева направо в синем углу стартует дима 2010 джун кто угадает в каком месте он родился тому приз ну а в красном углу роман эсквик гранд платины собрались чтобы помахаться своими золотыми куполами в одинессия и жестко наваливает первый гол роман эсквик это второй гол прошу прощения первый для него но 2 в игре и это 11 наша битва начинается с равного счета хороший киков от роман эсквик отправлю по мячку в конце немножко не попал сразу же анализируем игру роман эсквика чтобы его потом не коучить хорошая попытка фликнуть так дима 2010 джун решил не попасть помещу роман эсквик решил не попадать по воротам ну и правильно нахуй надо о полетел молодой ничего дима камбэк нет ой-ой какой киков дима сделать жалко по мячику не бывал так надо домой 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 не повезло не везет щадимас покажет он уже взрослый так задний ход а защита защиты пока что димаса так ой не повезло не повезло но роман эсквик задрот какой-то тут объективно сразу видно так если он победит мы говорим что я его уже коучу если проиграет то я его первый раз вы вижу правильно наша стратегия просто ой-ой-ой какой низкий фифтик от димы вот он вот он смотрите как идеально просчитано все один масса просто перфекта неважно как ты летаешь если ползать ты не умеешь так диман ждет понимаешь что противник ничего не может отлично фойкует фойкует рому так задний ход блять рома задрот повезло повезло ему опять но чисто повезло но это лаки лаки флик сука везет коучин купили сразу везет тут так всегда так димас выигрывает очередной каков надо забить при флипа но айс 35 димас камбекает все-таки скоро июнь стонкс носки в уху ой-ой это что кик офф гол боялин да как же так не везет димасу но еще он всегда может камбекнуть но вот диагональный кик офф и не его сразу видно сразу видно диагональный кик офф и его какое касание без камеры на мяч ученик преди так романеслик флик да что ж такое ну везет этот явно лаки лаки ну просто привод ему лаки лаки забивает голову и какой хороший кик офф от романеслика вот видели несмотря на то что он сделал прекрасный кик офф он все равно мяч остался в центре так что несмотря на то какие вы там спит липы сайт липы делаете неважно главное уметь в конце попадать это что air dribble от первой платины что-то страшное намечается так задний ход есть контакт хау флип о возможно ранг надо было ставить верхней поменьше надо было ограничивать видимо голдами так диман разворот факинг задний ход есть контакт блять ну залагала тут у димаса залагала к сожалению он эту игру скорее всего проиграет он старался и сражался как лев но соперник оказался сильнее ладно будем смотреть игру кирилла и доплера у два доминоса ничего сейчас за декаль что что это за декаль или или закраска что это вообще такое а вот то факт я первый раз вижу что это парни что это такое что что с его машиной почему она выглядит так это что-то очень странно эта краска такая интересно интересно и так у нас два доминоса доплер против кирилла крюкс недавно подписался на меня поэтому мы болеем за него правильно деньги деньги много денег доминоса это значит что это значит пизда доплеру это значит что нас ожидает хорошие флики если они смогут фликнуть и вот такие флики до доминос славится тем что он фликает очень жестко даже с слабого сетапа в любом случае эта игра обещает быть интересной и я надеюсь равный отличный кат от кирилла точнее сказать челлендж попадет ли он пустые ворота пока что он не справляется с этим отлично закатывает первый гол так ну что доплер доплер с его летающий свиньей на антенне летающая свинья это конечно уважаемо но главное чтобы летающая свинья это был не ты хотя летающие свинья уже лучше чем обычная свинья тем более в рокет лиги так пока что доплер учится делать в дэше у него плохо получается скажем откровенно поэтому кирилл просто забивает пустые ворота. Покажешь, Кирилл выглядит ну прям хорошо. Единственное, с пустыми воротами что-то тяжко. Ой-ой-ой-ой-ой! Доплер, Доплер, куда же ты? Дефать надо свои ворота, а не забивать в них. Все еще не привезли мне шавуху. Гандоны. Собирает мяч на свою стену и не попадает по бусту, но Доплер этого не знает. И он сайт флипается просто беднейшими склик. Я чуть геймпад, а стену не разбил. Всех не победить, что поделать. Отвлекись от Рокет Лиги, отдохни, поиграй во что-нибудь лайтовое, посоветуй какую-нибудь игру. Вообще, на днях релизовали очень крутой проект. Это геройский экшен в стиле галактического футбола, который наверняка кто-то из вас смотрел в детстве. Мы уже залипаем в нее с друзьями. Игра называется Супер Болл. У тебя есть выбор из 13 героев, каждый из которых обладает уникальным стилем игры благодаря своим способностям и имбовому ультимейту. Ты можешь попробовать себя в различных режимах, начиная от классического футбола 3 на 3 и заканчивая выше баллами, где нужно вынести всех своих соперников. Средняя длина матча примерно 7-10 минут, так что вы можете смело регать в перерывах между работой и прокрастинацией и не бояться опоздать. Несмотря на то, что графика Супер Бола выглядит нереально красиво, игра совершенно не требовательна к железу и запустится даже на калькуляторе 2003 года. Начать играть вы можете прямо сейчас, ведь Супер Болл доступен абсолютно бесплатно и, кстати, весит он достаточно немного. Скачать Супер Болл вы можете по первой ссылке в описании, а также в закрепленном комментарии. Всем удачных игр! Супер Болл, позор, ты еще и в чат пишешь, ты не в чат пиши, ты давай играй. Когда камбэчная, ты можешь, мы верим в тебя, чат верит в тебя, правильно? Правда, болеем мы за Кирюху, потому что он донатер, но это не важно. Ладно, это пизда. Ну, Кирюха жесткий, Кирюха жесткий. Сразу видно, деньги решают. Звонили из камбэчной и сказали, Доплер пошел нахуй. За что Доплеры? Сейчас Кирюха... О-о-о! Пошло, пошло. Пошел движ от Доплера, давайте посмотрим. Кажется, это был Флик. На Доминусе полегче завести мяч, и вы посмотрите, это был даже не Флик, это он просто... Ну, мяч, я подозреваю, я не знаю, как это назвать. Такую механику еще я не изучил. В моей арсенале нет. Похожей техники. Так, Доплер. Понимает, что врага 0-100? Нет, не понимает. Ему, в принципе, без разницы. Он встал в позицию Акинфеева и стоит. И правильно делает. Так, фыганул взлет. Обманный маневр. Так, взорвать чела. Не, пофиг на него. Вонючка на Кирилле, все челленджит и челленджит. Пока что Доплер не справляется с вейфдэшами, как главной механикой. Так, Кирюха просто едет прямо и забивает. И это 6-1. И, судя по всему, Доплер тут заканчивается потихоньку. Кирюха его на стиле, на стиле переигрывает. В общем, седьмой гол забивает Кирюха. Я думаю, ставит тем самым точку в этой игре. Я думаю, что Доплеру здесь не камбэкнуть. Поэтому давайте чем-то другое глянем. Ну-ка, тут может быть нубасы. Привет. Мой друг недавно апнул Чемпа и слился до Даймонга второго. Я ему сказал, что он лох, а он мне сказал, что флип-ресет говно. Кто прав? Альберт Эйнштейн. Так вот, ВХ8. К твоему комментарию по поводу отличных камер. Мы влетаем на игру со счетом 3-2 в пользу Япоша РЛ. Тут у нас сражается Фогги Офф против, собственно, Япоши. И у Фогги Офф подключен спутник. Фогги Офф забывает поехать на кик-офф. Это такая тактика. Он забирает сотку у своего соперника и забирает еще сотку в своем углу. Так, вперед-назад. С такой камерой очень тяжело дриблить, но ты видишь человека за 20 километров. Так, Фогги Офф, будет ли это поваршот? Ой-ой-ой, ну какие механики от Фогги Оффа. Он доказывает всем, что камера со спутника это имба. Вот она битва Нубасов, о которой я мечтал. Так, Япоша дает пас. Фогги Офф жестко начинает крутиться, вместо того, чтобы просто шотнуть. Он жестко начинает сжать аэрол. Сейчас Фогги Офф будет показывать. Ребята, бегите. Он летит. Он не летит. Обманный маневр. Фогги Офф летит. Данкает своего оппонента, но, к сожалению, перекладина спасает, спасает красного игрока. Фогги Офф на разврате. Отличный тач. И это 4-3. Ты бы охуел, с какой камерой я играю? Я подозреваю. Я видел страшные вещи. У него остается минута, но он не будет останавливаться на достигнутом. 4-3 его не устраивает. Ему нужно 10-3. Хороший бамп. Разворот. Епоша его переигрывает. Страна восходящего солнца. Отличное касание по... Ой, блядь. Как можно было сделать настолько идеальное касание под себя, чтобы потом просто не забить? Как? Фогги Офф, у него остается 30 секунд. Ему на самом деле не нужно особо-то ничего делать. Ему достаточно просто не проигрывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, Епоша, что ж ты смотришь-то? Какой фейк? Какой фейк? Close one, пишет Епоша. Фогги Офф дал ему шанс, но шанса оказалось недостаточно. Епоша просто-напросто пофоткал, как его мяч взлетает из его ворота, и все шансы на камбэк были проебаны. Да, это жестко. Так же жестко, как этот гол Фогги Оффа, который он не забил. Отличная игра от Фогги Оффа. Ну, Епоша тоже старался, но чуть-чуть не хватило. Блядь, какое же касание он сделал ювелирной под себя, чтобы потом мисснуть. Это так обидно, это капец. Продолжение приключений Фогги Оффа. Его соперник на этот раз Опёздал. Фристайлер с Даймонда. Фогги Офф на своем октане. Все так же не справляется с тем, чтобы поехать прямо на кик-оффе. Опёздал умеет больше, чем вы хотите знать, но он все еще рак. Так, ресетик есть. Масти Флик есть, но опять же, ресеты и масти Флики это, конечно, хорошо, но в Рокет Лигу это тебе не выиграет. Фогги Оффа. Отличный сейв. Отличный фейк от Фогги Оффа. Просто прочитал Опёздал, но пустые ворота не были. Оооо, вот тебе и фристайл. И кто теперь фристайлер? Идеально спланированный даблтач от Фогги Оффа. Просто в яблочко. Легкий даблтач от Фогги Оффа. Он разворачивается, бампает Опёздал. Не забивает свои ворота. Перекидывает первым касанием. Я болею за этого парня уже. Как же он двигается? Как же он мутит просто? Перемещается по полю який демон и получает пауэршот кроссфилд на 2-2. Не повезло. Фогги Офф взрывает его? Нет, не взрывает. Делает касание, забирает сотку. Еще одну сотку забирает. Нет, не забирает. Еще одну сотку. Это ошибка. Ой, какой сейф от Фогги Оффа. Опёздал просто не может достучаться до защиты. Ой-ой-ой. Фогги Офф немножечко фейкует воздух. Не повезло, но тут-то он точно попадет по мячу. Разворот за сотку. Можно прессинговать. Опёздал не взял сотку. Это шанс. Это шанс. Надо добить. Отличная работа. Фогги Офф сравнивает. Счет 3-3. Восходящая звезда Ютуба на Фогги Оффе. Ой-ой. Что за кик-офф? Блять, как ему еще не забили за этот кик-офф? Он делает такие всратые кик-офф. Это просто ужас. Так. Шот от Фогги Оффа, чтобы выйти из защиты. Сотки не будет. Отличный фейк, но скорее всего, не похоже. Не похоже, скажем так. Неубедительно. Так, Фогги Офф. Снова кик-офф с задержкой от него. На этот раз он реализовал взрыв на кик-оффе. Опёздал, наверное, в ахуе. Как переиграть такой кик-офф? Нереально. Просто нереально. Так, Фогги Офф. Пошёл дриблить. Влево. Вправо. Влево. Взрыв. Сотку. Возьми сотку. Воруй, воруй, воруй. Отлично. Сваровать сотку у фристайлера это emotional damage. Какое первое касание? Надо, надо контролить. Блять, опёздал врывается. Так, Фогги Офф. Отличный первое касание. Можно продолжать. Можно, можно, можно. Души, души фристайлера. Давай, давай, души, души, души лоха. Нет, не прочитал. Его опёздал опять пустые ворота. И он ещё и попадает. Да как, как выиграть? Одна ошибка, и ты ошибся, пишет. Но кик-оффы просто шедевральные. Я уверен, опёздал до сих пор не может придумать, что делать с кик-оффами этого парня. Так, пошёл дриблинг. Нет, это... Нет, только не... Нет, только не опять. Почему... Почему у вас вообще есть кнопка Эролла, блядь? Пожалуйста. Пощады, я как коуч сейчас просто расплачусь. Ой, какой сейф. Так, надо продолжать. Повершот на 100 км в час, вот, показалось. Так, пустые ворота для Фогги Оффа. Пас невидимому другу. Разворот на 287 градусов по Фаренгейку. Пустые ворота снова для него. Хорошее касание под себя, но надо продолжать. И не повезло, не повезло. Фогги Офф. Хорошее касание под себя. Проходит. И тут надо как-то придумать, как забить. Подождать надо, подождать надо выше. Так, дриблинг. Надо забивать. Четвёртый. Вот, гол для, для уверенности. Блядь, не повезло. Ну, Фогги Офф. Сражался как мужчина. Где моя шава? Я сейчас умру с голоду. Ну что, мы врываемся в наш полуфинал, где Роман Несквик на этот раз на фенеке. Вот таком очень красивом, очень сочетается у него все элементы. Донатер сразу видно. А, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя скилла. Это знает каждый. Против Трайхард Платины. Ой, какой флик. И полетел с Аэром Роман Несквик. Напоминаю, он не смурф. Он, по-моему, он мне даже писал, что он не апнул еще Даймонда. Сейчас я вам точно скажу, какой у него ранг. Потому что он мой, он мой бустер. Привет, я еще не апнул Даймонда. Стоп, что? Я отнес геймпад на ремонт? А с чего ты играешь? Ой-ой-ой. Выиграл кик-офф, но не смог забить пустые. В общем, Роман Несквик еще не Даймонд. Еще не Даймонд. Платины на Трион. Так, надо как-то подефать. Хороший кат в центр! Ой-ой-ой. Ай, в пустые не попал. Полетел кнопку Эрола. Нажал, забил. Пиздец. Платины в наше время умеет. Я вообще в охуе, ребят. Я извиняюсь перед всеми платины, на которых я напиздел. Это самый сильный ранг в игре. Ничего не поделать. Так, Роман Несквик. О, что он? Как он? Как что он? Я не понимаю. У него... У него своя игра в голове. Он играет в 4D Rocket League, где он еще умеет в пустые ворота попадать. А, нет, оказалось. Ладно, не важно. Реально, 4D Rocket League. 1-1. Все еще. Все еще. Битва была равна. Сражались все платины. Так. Полетел. Трайхард платино. Отличный контроль. Отличный флик. Как же он делает это? Так, касание под себя. Я только сейчас понял, что камера у него достаточно всратая. Полетел. Сейчас полетит. Так, 40 бустая. Крутится. Главное крутиться. Все остальное похуй. Главное, чтобы я Роу был зажат. Все остальное без разницы. Конечно, меня трясет от этого просто, блять. Че? Че они могут сделать ничего в воздухе? Но у них зажатый аэрол. Это самое главное, блять. Потому что если аэрол не зажат, то пацаны скажут, что засал. Засмеют одноклассники, так сказать. Так, Роман Несквик. Хороший дриблинг. Теперь надо забить ворота. Это пока что для него сложная часть Rocket League. Nope. Роман. Роман Несквик. What a save, пишет. И не забивает второй гол. Пустые ворота. Вместо этого дает пас оппоненту и сэвит. Но хотя бы ротация пока что у него отлично выглядит. Роман Несквик. Разврат под себя. Факинг. Надо посэвить. Не забить в свои. Замечательно. Отличный разворот. Можно контратаку начинать. Нет. Трайхард Платина. Забирает у него мяч. Вот такой Роман Несквик отдает буст оппоненту. Как же так, Роман? А как же воевать тогда будем? Позорит имя великого одинейсера, как написали в чате. Это правда. Пока не позорит. Пока все нормально. Пока вообще отлично играет. То, что в пустыню попадает, это нормально. Еще не открылось попадание в пустыню. Какой пуш от Роман Несквик. Какой сейф задним ходом. Так, Роман Несквик. Тефает. Хорошее первое касание. Полетел. Как же они летят? Как же он крутится? Ты еще флип-ресет сделай, не передумал. Сотку взял. Есть. Трайхард Платина. 10 бустан. Идеальный флик. Роман Несквик челленджет в центре поля своим легендарным эрелом. Снова использует задний ход. Никто так часто не использует задний ход, как Роман Несквик. Так, Трайхард Платина. Отличная 50-50. Видите, Роман Несквик надо подефать, либо бампнуть. Не торопится никуда. Залезает на штангу. Потенциальный фристайлер. Залез на пальму. Нихуя себе дриблинг. 40 секунд остается у Роман Несквика. И как обычно, Платина делает. Он устремляется вперед. Делает двойной флип-ресет вейф-дэш на мяче. Потому что каждая Платина в наше время может сделать такую хуйню. Только в ворота не попасть. Так, Роман Несквик. Отличный сейв для него. 25 секунд. Роман Несквик. Сможет ли он? Сможет ли он? Он фликает, но дает по сути мяч. Трайхард Платине. Трайхард Платина. Повершот на Роман Несквик. Сейвит он в защите уже более двух минут. И это шанс. Это шанс. Это шанс, который он успешно проебал. И это еще шанс. Делай, делай, мой мальчик. Делай его. Сценарий. Там РЛЦС идет? Какая нахуй РЛЦС? Ты видишь, что на экране происходит? Да кому ваша РЛЦС нужна? У меня тут такое, блин, в турнире творится. Роман Несквик камбэк за 2 секунды до конца игры. Хорошо, что завтра нет стрима. Весь голос я, кажется, сегодня свой оставлю здесь и сейчас. Но я готов. Если оставлять голос, то только на таком невероятном матче. Роман Несквик против Трайхард Платины. Роман Несквик полетел. Он был уверен в своем скиле. Но нет. Скил подвел Трайхард Платина. Будет ли это пауэршот? Нет, это будет кат под дриблинг. Роман Несквик дает пас и сейвит. Я сейчас просто тут рожу ослика. Трайхард Платина. Это флик? Нет, это 50-50. Роман Несквик, надо рекавернуться. Хорошее касание. Отлично. Пошел дриблить. Пустые ворота Трайхард Платина оставляет. Дриблинг от Роман Несквика. Надо забивать. И это победа Роман Несквику. Лак пишет Трайхард Платина. Инста-оправдание от Патины. Если это не шедевр, то что такое шедевр? Так, ну что? Игра начинается. Да будет битва, да будет драка. Фристайлер Опёздов против Роман Несквика. У Опёздова преимущество по рангу небольшое есть. Плюс он кнопки умеет нажимать лучше. Но стратегическое преимущество у Роман Несквика. В один на один он показал себя, по моему мнению, получше. Плюс камбэк, который мы от него видели. И защита, которую он показал нам, это нечто. Отличный пинч от Роман Несквика. Опёздов просто обалдел от такого. Так, Роман Несквик летит, челленджит, просто приджампает за 15 километров. Но Опёздов проклятый. Хотел заэрдриблить пустые ворота, но Роман Несквик не так прост. Он уже... Блин, да что ж ты будешь делать? Да хватит летать, пожалуйста, прекрати. Я... Ну что? Роман Несквик, блядь, не ищет лёгких... Ха-ха! Как он знал? Он просто переиграл и уничтожил интеллектом. Но Опёздов забивает... Какая попытка сейва от Роман Несквика! Это было очень близко, вы видели? Вы посмотрите на эту попытку сейва с 12 и густа. Вау! Это было супер близко и супер красиво. Что? Актёр на Опёздоле! Опёздол ты, Опёздол! Как настоящая Платина, Опёздол просто не попадает по киковку. Посмотрим, что произошло. Опа-на! Я умею делать спитфлип на Платине точкой MP4. Полный назад. Опёздол! Какой удар! Какой удар от Опёздола! Опёздол! Вот так Опёздол, так Опёздол. Это было жёстко. Отличное первое касание от него. И это 2-2. Кажется, простой игры для Романа здесь не будет. Здесь будет настоящее мужское пиздевого. Так, Опёздол. Тач под себя. Ещё тач под себя. Повершот. Нет, Повершот не вышел. Роман Несквик. Без буста. Опёздол ворует у него всё, что дают. Опёздол. Касание под себя. Фейк. Нет, это флик. Роман Несквик, как обычно в защите. Но Роман Несквик в защите это легендарный, просто непробиваемый бункер. Не взять его. Не дать, не взять. Так, Роман Несквик. Легендарный задний ход он показывает в защите. Блядь, надо будет ему сказать, что он перестал так делать. Задний ход в защите, это, конечно, пиздец страшно. Так, Роман Несквик. Блядь, да нет, Роман. Бей в свою же похуй. Хуй с ним. Я отвечаю, мяч на стене, это всё. Это как красная ткань для быка. Он видит мяч на стенке и просто летит. Он не может отказаться. У него сетап. Вы не понимаете, похуй в какие ворота, у него сетап. 2-3. Опёздов впереди. Опёздов будет ли фликать? Отличный флик. Роман Несквик опять сэвит. Блядь, ну защита Романа Несквика на самом деле очень хороша. Без шуток. И этот задний ход, который он показывает туда-обратно и назад. Он просто, Опёздов не понимает, что делать. Роман Несквик, он как бы даёт шансы тебе забить. Но на самом деле, его задний ход решает любые проблемы. Я передумал. Забудьте, что я сейчас сказал. Если задуматься об этой фразе, то станет плохо. Очередной охуительный аэрдрибл от Романа Несквика, который был совершенно не к месту. Но ничего страшного. Роман Несквик. Хорошее первокасание. Снова аэрдрибл. Главное крутиться. И закрывать глаза. Закрывай глаза и крутись. И Опёздов по той же тактике. Закрыл глаза и покрутился. Вот она, легендарная битва Платин. Мне нравится. Прямо как учили. Кому надо забивать пустые ворота, если можно крутиться. Так. Против Опёздов играет в центре. Две минуты остаётся у Романа на камбэк. Опёздов как рейдбосс просто. Так, Роман Несквик. Погнал. Немножечко не попал в ворота. Кажется, это сетап. Так, сотка есть. Просто перестань прыгать. Если ты слушаешь меня, просто перестань прыгать. И ничего страшного не произойдёт. Так, Опёздов. Попытка сделать мастерфлик. Но Роман Несквик. Легендарный задний ход от него. Так, он фейкует Опёздова. Опёздов. Ни хера себе. Неплохо. О, нет. А вот он попадёт. На Опёздали. Ой, флип-ресет. Но мимо. Ничего страшного. Роман Несквик читает такие. Отличное касание под себя. Панкейк, чтобы забрать мяч. Всё, как учили. Пустые ворота для Роман Несквика. Читает скок. Читает. Бампы, бампы. Лупи его, блядь. Что ж ты фотографируешь-то его задницу? О, нет. Роман Несквик. Нет, нет, нет. Не успевает. Четыре секунды. И Роман Несквик проигрывает Опёздову. И на самом-то деле Опёздовым оказывается игрок на синем фенеке. И Опёздов со 120 пинга ставит точку в этом противостоянии. И забирает первое место в нашем турнире нубасов. Отличная работа Опёздову. Роман Несквик нужен немножечко. Конечно, будет нам с тобой поговорить на коучинге. Вот. Мягко говоря, поговорить. Лупиться будем. Субтитры сделал DimaTorzok